Летом ковид отступал, но осенью инфекция нанесла подлый удар по здоровью ульяновцев. Госпитали расходуют десятки тонн кислорода для спасения пациентов. Слишком много звонков поступает в скорую неотложную помощь. Учреждения Минздрава уже набрали добровольцев и ординаторов на подмогу. Неотложная помощь в настоящее время работает тоже 24 часа. Для того, чтобы неотложка могла доезжать, есть и автоволонтеры, есть и автомобили правительства, есть уже и транспорт учреждений, точно так же он не отменяется. Первое. По неотложке мы увеличили порядка 25% количество привлеченного персонала. На части здравоохранения при губернаторе обсудили сложившуюся ситуацию и пути решения проблем. Лидерами посмертности от ковида стали город Новоульяновский, несколько районов области Вишкаемский, Маинский, Корсунский и Старокулаткинский. Большая заболеваемость выявляется в Корсунском, Индинском, Меликесском, Сурском и Барышевском районах. Основная причина заболеваемости, как уже выяснена, это, учитывая, что вирус является воздушно-капельной инфекцией, дающейся воздушно-капельным путем. Основные три причины – это неэффективность применяемых ограничительных мер и несоблюдение непосредственно жителями масочного режима. Не стоит забывать и о мутации вируса. Но главной причиной считается безответственное отношение к вакцинации жителей Ульяновской области. Для достижения коллективного иммунитета надо привить 793 тысячи человек, а это 80% жителей, подолежащих вакцинации, то есть тех, у кого нет противопоказаний к прививке. Глава регионального Роспотребнадзора Елена Дубовицкая зачитала постановление главного санитарного врача Ульяновской области. Кратко говоря, в нем изложено то, что все те, кто работает в контакте с другими людьми, должны быть вакцинированы. От продавца до учителя, от массажиста и до нотариуса. Перечень профессий оказался внушительным. Общественное питание, транспорт общего пользования, такси, курьерская деятельность, организация оказывающих услуги связи, в том числе почтовые, страховые услуги, гостиничные услуги, в том числе хостел, гостевые дома, услуги по предоставлению мест для временного проживания, туристические услуги, бытовые услуги, в том числе услуги по ихмахерских, прачечных, химчисток, ателье, салон красоты, косметических салонов, спа-салонах, массажных салонов, салон, 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 салон. Алексей Русских поддержал инициативу. Уже обозначены сроки для обязательной вакцинации. Первая прививка должна быть сделана до 15 ноября, повторная до 15 декабря. Становление считается, что это верно, в обороне, поэтому в руки идёт не только Ульяновск, но практически все регионы Российской Федерации. На часе здравоохранения представили и другие меры профилактики коронавируса. Поступила идея о самоизоляции непривитых ульяновцев старше 65 лет. Решается вопрос и о безопасности подрастающего поколения. В Ульяновской области могут запретить гулять в общественных местах детям без QR-кода. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.